Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Давайте поговорим». И сегодня я, Юлона Стоянова, хочу вам представить человека, педагога, психолога, автора и практика воспитательно-обучающей методики «Звездный десант» Валерия Анатольевича Левшинова. И мы, пользуясь случаем, в рамках сегодняшней программы открываем цикл передач о воспитании человека. А именно, в каком обществе мы хотим рожать и воспитывать детей? И сегодня вы услышите запись передачи, в которой мы затронем роль божественного присутствия в мироздании. И как влияют религии на процесс становления личности человека? Кого они взращивают? Человека или раба? И на эти вопросы нам ответит Валерий Левшинов. По поводу молитвы есть вопросы такие. Вы верите в Бога? Я говорю, верить можно в дырку от бублика. А есть вера в Богу. И что он сказал тогда? Все на Библию ссылаются. Начинаешь спрашивать, что он сказал? Он сказал, если обратитесь ко мне, ни один грех ваш не помянется. Здесь вводится терминология «грех». Тогда вопрос, что такое грех? И каким образом человек может его распознать? Опять же, грех – это качественное составляющее. И что идет тогда? Ты грешник? Я говорю, хорошо, я грешник. В чем? Не буду там пересказывать. Все в беззакониях зачатые есть. Мы в грехах родим ее, мать моя. Кучу всего они там навешивают, комплекс вины. Тогда легче управлять. То есть, когда обвинчание у них идет, будьте как Абрама Сара. Сара родила в 90 лет, там было сколько-то. То есть, простите, те, кто до 90 лет рождаются, во грехе рождаются, что ли? Я знаю то, что дети рождаются в любви. Во взаимной любви. Когда идет саитие, когда в побережном круге сливаются, там включается огромное количество энергии. Это сейчас они придумали название непонятное. Случка. Как у животных. Как у животных. Да. А у нас, у славян было саити. Обережное кольцо, обережный круг. Пожалуйста. Какие красивые обуви. И они подключали определенные энергии. Так вот, когда навешивается комплекс вины, и постоянно надо идти под епитрахием, да? Исповедоваться. Ну, по сути, если нормальный человек. Я проходил эти все тоже вещи в свое время. Не буду сравнивать. Об этом уже много чего там написано. Так вот. Можно сказать, что очень много противоречий в этом христианстве. Одно из противоречий. То, что сказал преподобный Симеон Новый Богословий. Говорит, вы подойдите к ним. К любому епископу и скажите. Чадо Божие. Он скажет, я не чадо, я отец. Говорит, бегите от него. Дальше. Каждый день в христианских храмах происходит вранье на весь, на всю церковь. Когда они молятся. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. Подойди к любому и спроси. Ты воскресение Христа видят? Нет. А что тогда дрешь? Да? Но это, как он говорил, апогеи. Апологея христианской церкви. Преподобный Симеон Новый Богослов. В своем труде. Мистическое богословие. Будем дальше смотреть. Моментально вешаются ярлыки христианские. Это прелесть. Это гордыня. Когда начинаешь спрашивать. Гордыня это качественная составляющая. Хорошо, расскажите, пожалуйста. Как отличить человека здорового от человека, обуливаемого духом гордыни. Читать надо молиться. Я говорю, очень хорошо. Хорошо. Молиться. В каждой молитве идет просьба о помощи. О том, чтобы избавили от искушений. Я говорю, я согласен. Но в каждой молитве тогда по этому идет неверие в Божий промысел. Давайте сначала начнем. Что такое Божий промысел? Это вера Богу. То, что Бог... Все происходит по Его замыслу? Да. И как только человек или существо, называющееся человеком, вмешивается в Божий промысел, то происходят всевозможные катаклизмы. Это мы можем видеть мусорные острова плавающие. Это мы можем видеть заражение водоемов рыбой, которая убивает тех, кто там живет. Это мы можем видеть заражение медузами. Огромное количество. Это мы можем видеть то, что сейчас на Байкале происходит, воду в Китай, в Чинью будут продавать, бутылировать. Никто не говорит. По сути, это уничтожение планеты, уничтожение дома, в котором должен жить человек. Кем тогда это уничтожается? И вот мы смотрим тогда все, куда вмешивается в Божий промысел вот это существо, именущееся человеком, возникают катаклизмы. Вот простой пример, да? В каком-то году отправили в космос информацию, то что вот, в надежде, что где-то разум есть, вот, у нас планета Земля, мы обитаемы, у нас здесь Бах, Чайковский, у нас тут люди, у нас тут так красиво, хорошо. Ну, хорошо. Все, подлетают сюда, смотрят и обалдевают. Планета светится какими-то яркими огнями, но ведь информационный поток вокруг Земли есть, спутники там летают, да, телевидение показывают, есть ведь это все? Есть. И по телевизорам идет убийство, насилие, войны, грабежи, там, все вот это идет. По сути, Земля на данный момент стала чем? Ловушкой. Обычной ловушкой, на которой, которая захвачена вот эта планета черными магами. Именно черными печи горят, металл плавится, что-то делается, люди переселяются туда-сюда, голодь, смертей полно, какой-то золотой миллиард здесь. Ну, посмотрите просто, так вот, даже где-то в интернете я видел ролик, что такое планета, а, те же самые убийства животных, да, то есть кровь, мучения, все это идет, транслируется. Вот, и в интернете есть ролик даже на эту тему, то, что Земля, это просто как бы увидели инопланетяне планету Земля. Это планета черных магов, которые творят неизвестно что, беря вот психическую энергию, страдания, и ею питаются. Вот, и для этой планеты что тогда уготовано? Это один из моментов, а это же вибрационный ряд, и эти вибрации моментально чувствуются. Если смотреть исследование Горяева, волновая генетика, да, то он сказал, что на молекуле ДНК там две антенны есть. Одна принимает информацию, а другая отправляет информацию. То, по сути, то, что здесь происходит, не надо ничего там транслировать куда-то. Каждая молекула ДНК отсылает информацию, что здесь происходит. Почему и идет, что следите за своими мыслями. Воровать моментально весь космос знает. Убить моментально весь космос знает. Что тут человечество пытается скрыть? Вот этого непонятно. И, допустим, берем даже такие вопросы, как воспитание, да, группа молодых людей, которые служат там в армии, в полиции, где угодно, которые стремятся куда-то, да, спросить, чего они защищают. Они не могут ответить. Но обычно защищается образ жизни. Простите, вот этот образ жизни, который планета Земля транслирует, надо защищать? Какой здесь образ жизни? Паразитарный, разрушительный? Посмотрите, вот я сейчас нахожусь в Москве. И что здесь происходит? Отобрали территорию у автомобилей, парковки платные, да, повышение ЖГХ. То есть, по сути, идет уничтожение населения. Не прямым путем там убийства, да, а просто-напросто сами вымрут. Платить не за что будет, выгоним их на улицу, жратву уберем, морковочку повесим на удочку, и будут они бежать за этой морковочкой. И когда мы говорим о воспитании, то вопрос, для какого общества мы должны воспитывать детей? Для какого общества рожать детей? Что закладывать? Какой продукт мы хотим видеть на выходе? Либо комочек такой, вот как это, кожаный мешок с суповым набором, да? Как раньше говорили, лысая обезьяна человек, да? Ну, вот она кожа, внутри кости, мясо, все. То есть, положили под молотилочку, вот он суповой набор там. Дальше разделили на вегетарианцев, на тех, кто мясо ест там, да? Но если каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на тех, кто знает и понимает больше. Это вот разговаривал тоже с разными, которые пропагандируют вегетарианство, еще что-то там пропагандируют. Вот, вегетарианцы, я говорю, отлично. Экологически чистое, диетическое мясо, консервы ходячие. Говорят, как так? А вот так. То есть, вас как раз посчитали, на случай войны запасы есть. Не надо ничего выращивать, не надо никого там. Дальше берем, ага, вегетарианцы, отлично, хорошие доноры для внутренних органов. Тоже шикарно. То есть, понимание должно быть происходящих процессов. Если вы воспитываете и растите детей, да и сами желаете жить в обществе паразитов, как говорил Грех, да? Нельзя, чтобы самоидентификация произошла человека. Ими невозможно будет манипулировать. А сейчас просто идет манипуляция. Общество потребления – это паразитарное общество. А как действуют паразиты? Они насыщаются телом того, кто заражен ими, съедают и вместе с этим телом погибают сами. Либо они находят другого носителя себя. Допустим, рыба-солитер. Когда в рыбе находится, рыба не может уйти на глубину. Она там теряет свои ориентиры, пока птица ее съест. Селитер переселяется в птицу. Допустим, крыса, кошка, зараженная паразитами, она теряет страх. Она нападает на тех, кого она раньше боялась. То же самое и человек, который заражен этими паразитами внутренними. Эти паразиты им управляют. Они говорят, что ему кушать, какие законы принимать. Фильм очень хороший, сняли американцы, по-моему, вторжение. Вот там тоже очень четко показано, каким образом это происходит. Через мозги, через слюну передается это все. Заражение и люди потом просто-напросто носители этого вируса начинают убивать и порабощать те, кто не заражен этим вирусом. Ну, по сути, то, что происходит на планете Земля сейчас. Я обратила внимание, что когда мы просматриваем фильмы, то происходит заражение той или иной идеи через экраны. То есть не нужно вообще контактировать с человеком для того, чтобы его заразить страхом, заразить какой-то панической боязнью чего-то или мыслью. И, собственно, сейчас человечеством руководят какие-то инстинкты, которые нам, извините, транслируются. И хочется понять, что это такое вирус, который можно передать через телевизор. Почему? Да, есть пакетная информация. То есть существует волна несущая, а есть модульная волна, которая записана на эту волну. И вот та волна, которая записана на несущую, вот, допустим, свет у нас есть там, сколько он, 50 Гц, да? Но через этот свет можно передавать определенные вибрации. То есть можно подавать с определенной частотой. Глазу незаметно, а мозг воспринимает это. Также вспомните, очень простой есть мультфильм в Китае, по-моему, или в Японии. Мелькание разных красок вызывало суицидальные наклонности у детей, у взрослых, когда они выбрасывались из окон. Есть такое. Это метод управления. Дальше психогенераторы тоже существуют. Посмотрите, в Москве все эти вышки натыканы. Банки там, ну, это для управления человека. Как это фильм тоже какой-то снял Бондарчук, то ли «Остров», то ли еще какой-то. И там показаны вот эти вышки, которые управляют психическим состоянием человека. Все это открыто, показано. Люди, смотрите, вами управляют, вами манипулируют. Хорошо. А как же себя тогда обезопасить от манипуляции? Возможно ли вырастить человека, да, родить, вырастить человека, чтобы он не поддавался подобной манипуляции? Что должно присутствовать в образовании, воспитании такого человека? Во-первых, кого мы хотим вырастить? Паразита, разрушителя или созидателя? Определиться с этим. Потому что это определенная позиция. То есть, когда мы задаем, нужен нам какой-то продукт, да, мы должны задать определенные параметры данного продукта. Там, ширина, дринна, там, да, вес какой должен быть. То здесь тоже надо задать параметры. Либо мы паразита воспитываем, тогда есть определенные характеристики, как его воспитать. Если мы воспитываем разрушителя, тоже, пожалуйста, есть, как его воспитать. Социальная инженерия работает над этим очень хорошо. Если мы хотим созидателя вырастить, мы тоже знаем, как его это сделать. Вот. И какие параметры надо ставить? Какой стержень должен быть у человека, подрастающего человека, который находится еще вот в состоянии ребенка, чтобы он потом стал, подрос и стал человеком? Вы задайте вопрос любому ребенку. Ты кто? Он скажет, Вася, там, Петя, Маня. Но никто не скажет, что он человек. Он может сказать, что зайчик, там, еще кто-то. Никто не скажет, что человек. Задайте ему вопрос. Кем ты хочешь быть? Он назовет профессию. Но никогда не скажет, что хочет быть человеком. Потому что не заданы параметры определенные. И поэтому, когда мы видим то, что видим, простите, спрашиваем, ты кто у взрослого человека? Маня. Я говорю, вот я с другой планеты. Ты Маня. У меня кошка есть Маня. Ты кто? Как с тобой общаться? Вот я человек, а ты кто? О, и я человек. А, хорошо. Договорились. Ну вот, очень простые. Это же простые вопросы. Элементарные. Элементарные. И на эти элементарные вопросы никто не может дать ответы. Но тогда у человека должны быть качественные характеристики, которые отличают его от животного. Задаешь вопрос. Хорошо, ты человек. А чем ты отличаешься от животного? И начинают писать диссертации, там, трактаты какие-то. Нижняя челюсть подвижна, там, два уха на двух ногах ходит. Смотришь на нее, думаешь, елки-палки. Ну, лысые обезьяны. Точно. Я говорю, хочешь я тебе просто скажу? Да. От собаки рождается собака. От кошки рождается кошка. От человека рождается человек. Вот с этим надо пониманием быть. А не писать там трактаты и рассказывать непонятно что. Вот как ребенку объяснить, да? Что он человек? Ты родился от человека. В 11 классе у меня, пожалуйста, был факультатив. Я спрашиваю, ты кто? Вася. Я говорю, хочешь откровения? Да. Ты человек. О, точно. Это произошел от кого? От обезьяны. Я говорю, мама с папой знают об этом. Ну, очень просто. Очень просто. А если он произошел от обезьяны, так делай с ним, что хочешь тогда. А когда его выстроили уже, дали понятие, проснулось самосознание, что он человек. Что он не сам по себе, а он является представителем своих родителей, мамы, папы, дедушки, бабушки, своих предков. И относится он к человеческому роду. Тогда им уже не поманипулируешь. Учительница там крикнула на него. Слышь ты! Не, учу такое! Он посмотрел на нее и сказал, а какое право вы имеете кричать на меня? Потому что в моем лице вы кричите на мою маму, на моего папу, на дедушку, на бабушку. Какое вы имеете право это делать? Вы научили меня тому, что вы с меня требуете? Нет. Тогда вы не имеете права, с меня это требуя. Научите, а потом уже проверяете. Все. Таким уже не поманипулируешь. Вот оно, родовое древо. Крепкое становится. А такие люди нужны вообще? Которые обладают самосознанием. Которые понимают, что они относятся к человеческому роду. А не к кошкам, не к собакам, не к крысам. Как там, не к свиньям. Кого сейчас праздновать тут собираются. Ну, пожалуйста. Вот оно, самосознание. И тогда задаются характеристики. Кого мы хотим вырастить? Хорошо. Мы хотим вырастить в Созидателя. Отлично. Это мировоззренческая позиция. Следующее. Чем он должен обладать, этот Созидатель? Способностью к самостоятельному приобретению знаний. Это второй компонент. Третий. Чтобы это совершилось, он должен обладать самодисциплиной. То есть уметь управлять собой. И еще один из самых важных. Он должен быть самодостаточен в своем психическом развитии. То есть не надо, чтобы ему постоянно аплодировали, поголовки гладили. Какой ты хороший, как ты хорошо отвечаешь. Ты хорошо поучился, на тебе конфетку. Ты хорошо сделал, на тебе рубль, два рубля, сто рублей. Это дрессировка называется. А не воспитание человека. То есть вот когда вы хотите вырастить животное в человечественном обличии, давайте заниматься дрессировкой. Если вы хотите вырастить биоробота, давайте выращивайте биоробота. Хотите вырастить демона, который потом маму за сто рублей, или за то, что она не дала ему доиграть в танчике, либо кто-то просто по голове дал чашкой, либо чайником. Растите таких. Вот оно. Либо мы созидатели растим, либо разрушители и паразитов, которые потом своих же родителей и сожрут. Вот то, что мы видим на данный момент сейчас. Хочу сказать хорошо, но на самом деле все это нехорошо, потому что мы понимаем, что если ребенка, даже если он его не воспитывает, все равно нынешняя система и образование, и телевещание, то, что показывают по телевизору, какие фильмы преподносят они, разрушающие влияние на психику ребенка. Даже из высокой сущности, даже из сущности высокого порядка, которая пришла на ту землю, чтобы ее как-то созидать, можно нанести вред в ее вообще психическое развитие. И, собственно, тут возникает вопрос, что же делать, как правильно воспитывать, с чего нужно начать. Вот мы поняли, что ребенка нужно воспитывать как человека. Но вот какие есть небольшие шаги, что нужно сделать родителю, на что обратить внимание, с чего начать. Вот как вот привить ребенку желание самообразовываться. То есть что тут должно быть? Мы знаем то, что ребенок, первое, что делает, он подражает. А родители соответствуют заданным критериям? Если нет, простите, ребенок никогда таким не станет. Тогда, если подходить к этому комплексно, то можно, занимаясь с ребенком, если родители дальше хотят двигаться, родители тоже двигаются вместе с ним. Мы занимались раньше отдельно с детьми. Родители не дотягивают. Занимались отдельно с родителями. У родителей не хватает сил и психических сил, в первую очередь, на то, чтобы работать с ребенком. Тогда решили, что надо работать совместно. И сделали, вот, воспитательно-обучающую игру «Звездный десант». И там работа идет с ребенком и с родителем вместе. Потому что психология родителя, в первую очередь, она направлена на то, чтобы контролировать, что ребенок делает. Вот задание дали, да? И родитель контролирует. Шикарно. Теперь вместе с родителями давайте делайте определенные задания. И родитель тогда должен соответствовать этому. Мало того, родитель, раз он ведет ребенка, он должен идти впереди. Был случай, когда меня пригласили позаниматься с ребенком одним физкультурой. То есть, ну, физическое развитие. Пришел туда, прозанимался я немножко с ним. Одно занятие. И потом родители отважут, говорю, ваш ребенок не готов. Ему 8 лет. А он не готов к занятиям физической культуры. К общей физической подготовке. Он просто не готов. Психически. Как это не готов? А он не знает, зачем ему это надо. Для какой цели. Сначала надо его психику привести в нормальное состояние. А как это? Вот он такой гиперактивный. Он не гиперактивный. Он социально запущенный. Вы им не занимаетесь. Он не знает, что такое дисциплина. Что такое самодисциплина. Он не знает, кто вы. Он не знает, зачем он здесь находится. Он не знает, кто он. Давайте с этих вопросов начнем. Чтобы он видел эти ответы на вопросы. Мало того, чтобы вы соответствовали этим же ответам. А не так, что пришел Валерий Анатольевич, тут рассказал, с ребенком позанимался, и он уже стал таким. Нет, это комплексный подход. Это работа воспитателя и родителей вместе. Тогда только будет результат. Но мало того, когда работа, допустим, то, что сейчас делается, ну, по сути, в любом садике и система делает эмоциональных наркоманов. Везде эмоции только. Детки счастливы, восхищенные. Глаза горят. Это система воспитания паразитов. Они не задумываются. Им надо постоянно смена впечатлений. Это эмоциональные наркоманы. Вот их уже, ну, трудно переделать. Очень трудно. А работа с психикой, работа именно по воспитанию, это закладка на дальнейшее, чтобы был человек. А эмоции, да, получить моментальный результат. И не смотреть, что будет дальше. Поэтому вот сейчас мы видим, допустим, вот Дед Мороза, да, простите, что это за клоуны, за шуты такие? Которые даже дедушка, да, он не клоун, он не шут, он дедушка, он должен вести себя соответствующе. А сейчас праздники готовят аниматоров вот этих клоунов. Простите? Чтобы они перед ребенком там скакали, прыгали, бегали. Дедушка, у которого борода до пояса, он должен вот с тем, кто еще не осознает, кто он, зачем он, прыгать, бегать. Иначе денег не получит. На прокорме тоже дрессировка. Шикарно. Вот давайте смотреть. Вы поймите, взгляд может быть с разных сторон. Да? Что мы хотим? Либо мы хотим, восхищаемся, что вот дети уважают взрослых. Так взрослые должны себя соответственно вести. Иначе вырастет тот, кому плевать там взрослый, невзрослый. Он легко всадит там шило в почку куда-нибудь, либо сдаст своих родителей на органы, и ничего. Все нормально у него. Можно поинтересоваться, у вас есть методическое пособие для воспитания человека, ну, начиная с рождения. Или, может быть, есть в планах создать только методическое? Есть. Есть это. От нуля до двадцати, да? Есть. Есть. Я сделал три материала для начальной, потому что, когда создавалась игра «Звездный десант», вот эта система, да, оказалось, чем дальше отходим, тем надо больше шагов для того, чтобы пришло понимание, что это такое. Вот, допустим, простой пример. Я занимался с детьми. на полянке, как это, в Коломенском. Ну, и физкультурой занимались там. Бегали, прыгали, кувыркались, и пошел дождик. Мы встали под дерево. Я спрашиваю, там мамы были тоже, с родителями все. Хорошо. Детки, а что мы видим вокруг-то? О, киоски, люди ходят, дорожки, камни. Ну, хорошо. И все, и замолчали. Я говорю, а под чем мы стоим? О, под деревом. Да. О, а что на дереве? Дерево живое или мертвое? Живое. Отлично. А на чем мы стоим? На земле, на траве. А-а-а. И они стали уже... А, еще цветы тут есть. То есть, вот, из потребительства выводим в осознанность. То есть, экологичное воспитание, эко, это живая среда обитания, логика, это опыт предыдущих поколений. В гармоничном сочетании они дают гармоничный образ, образование. Образ, по которому воспитан, образован я. И тут дальше, а на деревьях кто-нибудь живет? Да, птицы живут. Мы слышим их. Дождик перестал. Я говорю, вот у вас есть артефакты, телефоны, фотоаппараты. Найдите мне здесь птичек, гнезда и сфотографируйте. А они замолкают, и мы не можем их сфотографировать. А почему они замолкают? Мы шумим. Тихо, тихо, тихо. О, сфотографировали, нашли. Вон там, там гнездышко. Вот, птички там, сфотографировали, все нормально. Хорошо. А в траве кто-нибудь живет? Да, там, букашки там, да, представляете, тогда, муравьи, там, пауки, когда поджигают траву, что происходит. Сколько миров умирают, то сразу же, уничтожается. Одно дело, когда забиваются под земли, а другое дело, когда вот этот вот пал идет и уничтожает. Раньше это все трава, которая сухая, она дает подстилку, там, для травы, которая растет, как удобрение идет. А сейчас он в Москве это все сгребается и уносится. Идет обеднение почвы. И животные, которые жили нормально, они кушали эту траву. Не было вот этих вот сухих, застойных трав. То есть, куда вмешалось вот это вот существо, называющее себя человеком? Всюду кризис. Ну, когда земля, тогда, получается, тоже живой организм. И если на живом организме, допустим, у человека там вша появилась, блоха, что он с ней делает? Уничтожает. Ну, вот на теле планеты появилась такая блоха, именующаяся там царем природы, там, как она себя именует, возомнила о себе в своих иллюзиях, да? Нет. Ну, планета, да. Один раз там вулкан пыхнул, и вся Европа просто в пепельницу превратилась. Все пеплом покрыта. Сейчас там Еллинстоун тоже, ну, громахнет один раз, и планета может в пепельницу вся превратиться. Поэтому смотреть надо все эти вещи. И когда ребенок понял вот это, он говорит, так мы что, здесь в гостях оказывается, на этой полянке? Ну, получается, в гостях. Получается, в гостях. В гостях на планете Земля, да? Да, но для начала на полянке вот этой, куда они приходят, они уже не бросят бумажку, они уже не сломают ветку, они уже не подожгут траву, потому что они понимают, что везде есть живые существа, живые организмы, которые живут на этой планете, и, возможно, живут намного дольше, чем сюда пришло существо, которое начало себя именовать царем природы. И тогда уже начинает изучать вот как звездный десант в этой взаимосвязь на планете Земля с этими природой. Если брать, вот сейчас тоже ролики в интернете есть, планета Земля живой организм, да, кровь, вода, пожалуйста, потом твердые породы, это костная система планеты, сердце планеты, да, вот ядро планеты, это вот магма, там, которая течет, да, легкие планеты, это растения, там, трава, травяной покров, ну, разные живые существа бывают, атмосфера, да, это кожа планеты, которая защищает ее, как на теле человека, кожа, да, атмосфера, все вот эти слои защищают планету от космических излучений, лимфа, допустим, это нефть, да, что там еще может быть, ну, просто посмотреть, в интернете есть на это, темы очень много, и когда вы поймете то, что вы живете на живом, в живом организме, вот тоже то, уничтожать что-то, ну, когда у человека отрежут руку, он как-то себя неловко чувствует, отрезать ногу, там, да, еще что-то отрезать, он себя неловко чувствует, так по какой причине тогда отрезается это все у планеты, рубится хребет планеты, железные роды там уничтожаются, выкачиваются, нет, пустоты-то земля не любит, давайте у человека кровь откачаем, лимфу откачаем, как он себя чувствовать будет, а когда именно осознанный человек это все понимает, он никогда не станет врагом того места, где он живет, ну, дома у себя в квартире никто не гагит, не приносит мусор, как плюшкин, там, ведро там около кровати выкинуть мусорное, там, что еще надо, да, пожалуйста, но по какой причине на планете вот мусорных свалок столько, по сути, это, вот я привожу пример тогда такой, вот город Москва, да, вокруг мусорные свалки, а вот это изюминка такая, именно на горе мусора, он с балашихи там дунет, ух, смердеж пошел, с другой дует, с другой, по сути, Москва находится нигде, а рядом с минами, которые, газовые бомбы, можно так сказать, вот Москва находится вот в этом котле, и стоит там даже спичку какую-то бросить, там, либо что-то, это моментально вон сюда идет, ну что, одеколончиками будем поливаться здесь, и когда мне говорят, то что, Валерий Анатольевич, вы поймите, надо видеть только хорошее, я говорю, о, четко, вот давай так сейчас, я тебе говно макну, понимаешь, вот туда прямо, а ты, думай, ты что, аромат рос кругом, давай, так, то есть рассуждение должно быть, вот давайте выйдем на улицу и будем искать хорошее, да, раньше можно было пройти босиком по снегу, да, это же хорошо пройтись, да, и мы будем сейчас все внушать, то что снег чистый, то что реагенты рассыпаны и когда они испаряются, человек дышит этим и заболевает, мы будем на это не обращать внимания, то что собаки там, я кошек уже давно не вижу в Москве, я собак бездомных тоже не вижу в Москве, куда они все пошли, на шаурму что ли, отловили, отловили, да, дальше, голуби, воробьи, которые могли прыгать здесь по дорогам раньше, питаться, да, чем-то там, люди подкармливают, сейчас не бросишь ничего, потому что вот эти химикаты, которые на асфальте, там, везде, птицы просто отравятся, и вот он, царь природы такой. хорошо, а что вы думаете по поводу того, что сейчас вот в интернете повсеместно говорится, что если вы замечаете все плохое, значит, у вас низкие вибрации, мир прекрасен, если вы будете думать о прекрасном, думать, не делать, а думать, то все вокруг переменится, и вы перенесетесь в другое пространство, этот мир, он оставит себя позади. Вот я в этом вижу такую прямую манипуляцию, чтобы человек жил в розовых очках, и никаким образом не влиял и не воздействовал на тот мир, который его окружает. Я тоже вижу чистейшую воды манипуляцию. Поймите, если человек думает о будущем, он живет в будущем, в розовых иллюзиях, да, если он думает о прошлом, он живет в прошлом. Тот, кто в настоящем живет, он видит это все. Так вот, одна из методик манипуляции, да, это в церкви, допустим, да. После смерти вы будете жить хорошо. Так, ребятки, что вы здесь сидите? Веревку на шею, все, мыло, суицидники, самые натуральные, то есть религия мертвых. Если мы живем сейчас, да, по какой причине нам говорят, что нам будет завтра лучше? Это морковка, которая постоянно отодвигается, отодвигается и отодвигается. что сделано, чтобы мы жили сейчас хорошо и чтобы наши дети, внуки, правнуки, праправнуки, там, поколения жили хорошо. Как благоустраивается планета? На данный момент планета только застирается. Это с моей точки зрения. Может, кто-то видит, ну, представляете, вот даже такой момент, вот стоит дом, да, в деревне где-то. А мусор вываливается из окон, как раньше было в просвещенной Европе. Почему шляпы с большими полями были? Чтоб говно, когда выкидывают из окон ночные горшки, да, не попадало на одежду, там, либо как-то на голову не попадало. Вот то же самое сейчас. С телевизоров нам льют вот это вот елейно такой приторный сиропчик, да, и в одну и вот по ушам оно течет, течет, застывает, превращается в такую мощную лапшу. Понимаете, ну, это что же не вечно должно продолжаться? И сейчас очень много информации, причем эта информация подтверждается с точки зрения нашего русского фольклора, что сейчас происходит смена пятой версты и начало шестой версты бытия. Это получается смена человечества пятой версты на шестой версты. Считается, что люди шестой версты это люди, которые более чуткие, они могут слышать голоса птиц, они должны каким-то образом преобразить землю. Якобы сейчас во время перемен вот на грани между пятой и шестой верстой приходят души, у которых есть миссия, которую они должны выполнить для того, чтобы сберечь этот мир, упорядочить этот мир, сохранить его, то есть, чтобы земля не развалилась. И, собственно, у меня к вам вопросы. Как же таких детей, которые сюда приходят, необычных детей, возвышенных детей, правильно воспитывать? С чего нужно начать? Я имею в виду, что не каждый гражданин планеты Земля может попасть на какие-то тренинги, на какие-то обучающие практически занятия. я знаю, что воспитание и манипуляция происходит через средства массовой информации. То есть, что необходимо снимать, какие фильмы необходимо создавать, какую информацию нужно давать, как ее нужно давать для того, чтобы всех детей, которые мы не можем охватить лично, можно было бы направить в то русло, которое поможет нашей Земле вот как-то воспрять из пепла, как Феникс, чтобы человечество думалось, перестало жить или прошлым, или будущим, чтобы оно взяло как хозяин свою жизнь в свои руки, жизни своих близких и начало меняться в положительную сторону. Хорошо. Сколько человек этого хотят? Ну, хотят очень многие, но ничего не делаем. Хорошо. Теперь будем дальше смотреть по этим. Есть в Евангелии или в посланиях, в Евангелии, по-моему, или в посланиях, ну, не знаю, в общем, в этой Библии очень хорошее высказывание. Вы просите и не получаете, потому что не знаете, что просите. А когда получаете, то сразу теряете, потому что не знаете, что получили. Конкретики нет, а я поймете в виду. Да. Как выглядит то, что хотят? Ну, к примеру, все хотят, чтобы общество было честным, справедливым. Ну, я хочу сказать так, приземленные какие-то моменты. Отсутство коррупции, чтобы государство думало о наших детях, чтобы не было разврата, чтобы не было Содом и Гамора, да, по телевизору. Я понял. Чтобы не было вот убийств таких вот, которые мы наблюдаем. Все хотят созидательное общество, да? Да. Чем это созидательное общество должно заниматься? Ну, взращивать личность. Хорошо. Ресурсы на такое созидательное общество? Психические ресурсы, я вижу. Ну, возможно... Вот смотрите, я... Простой пример, да? Люди саморазвитые. Все. Мы уезжаем из города. Я говорю, шикарно. Мы землю купили. Молодцы. Мы за вот это. Мы... Я говорю, шикарно. Молодцы. Где вы работаете? В городе. Сколько вас таких? Вот нас 20 человек, 20 семей. Я говорю, молодцы. У вас дети есть? Есть. Свой детский садик есть? Нет. Своя школа есть? Нет. Говорят, а где ваши дети учатся-то? Ну, как? Вон в городе. А-а-а. Давайте начинаем тогда. А где вы работаете? Вот 20 семей. У каждой. Так вы отстроили просто спальный район. Резервация. Чем вы гордитесь? Чем? Вот этот поток Анастасиевцев, помню, был, да? Приехали тоже. Говорю, хорошо. Где у вас стоят дома? Ну, вот. Посередине гектара. Говорю, а что вы? Вот у вас 4 участка, говорю. По какой причине вы не могли 4 вот этих дома поставить рядом? Перед вами тогда весь участок был бы свободный. Дальше. У вас есть... Как вы общаетесь друг с другом? Гектар пройти? Вот, ребятки. А почему у вас нет общей библиотеки? Вот ваши жены... У вас же жены есть? Дети есть? Да, есть. Ваши жены общаются между собой. Почему они не могут самовыражаться? Вот в этом обществе 4 семей. Сегодня одна, допустим, готовит. Там ей помогают дети. Завтра другая. Дети общаются между собой. Вы лишаете себя, свою семью, своих детей общения. Вы растите вот этакие... Ну, как... Личности, да? Да. А существует еще социальное такое. Социально-личностное развитие. Вы социальное убрали, а оставили только личностное развитие. Вы растите, говорю, демонов, разрушителей. Да не может быть. Ну, давайте тогда смотреть, разбираться. Приводим этого ребенка в группу. Он либо в стороне от всех, да? Либо он начинает там забирать игрушки, там драться. Ну, и что это за поведение? Он не может находиться в социуме вот даже тех же самых созидательных личностей, таких воздушных, душевных, да? А чего вы между собой грозитесь-то? Чего ваши жены не могут друг с другом поговорить и найти общий язык? По какой причине у вас нету общего дохода? Вы же все единомышленники. Да. А чего вы тогда не можете найти общего среди вот даже общества, в котором вы живете? Вот четыре семьи вы не можете найти между собой. Нет, ну, у каждого своя миссия. Да? Что вы говорите? Давайте тогда разбираться в этой миссии вашей. Ну, давайте разбираться. Для какой цели существуют всевозможные религии, ваши движения, там, Анастасийцев, любое движение? Для какой цели существует? Вот, давай, Юль, ответь тоже на этот вопрос. Вообще, религии, они первое, что делают, они собирают всех вместе, обобщают, они руководят, управляют, ну, не полируют. Ну, вот, да? Ну, а человек-то туда идет, он-то не за этим идет? Он туда идет от отсутствия веры в себя. То есть, вот я даже другими словами, да, вот тоже задавал вопрос, когда на планете Земля начинают жить? Когда? Когда родится? Ну, я говорю, он уже самостоятельный, нет. А когда? Ну, вот, когда он осознал себя человеком, я говорю, я материалист, поймите, дайте мне качественные составляющие. Ну, вот, когда он умеет общаться, я говорю, у меня, вот как меня учили, в моем мире начинают жить тогда, когда прекращается внутренняя и внешняя конфликтность, когда человек живет в ладу с собой и с мирозданием, он только тогда проявляется на фоне. А на вашей планете Земля когда начинают жить? Наверное, тоже тогда, ну, планета Земля заселена, сколько таких осознанных личностей, которые живут в ладу с собой и с мирозданием? Мне кажется, те, кто манипулирует нелишним обществом, они как раз осознанные личности, которые понимают, для чего они это делают. так это паразиты. Вот собственно и все. А где созидательные осознанные личности? Тогда следующий момент. Вопрос такой, если мы говорим о внутренней и внешней конфликтности, то что такое внутренняя конфликтность? Чтобы качественное состояние было, чтобы понять, вот есть самодиагностика. Это противоречия, которые внутри не могут найти общего, какого-то знаменателя. То есть, когда ты живешь, у тебя внутренний мир живет по одним правилам, но ты соприкасаешься с обществом и то общество, в котором ты находишься, оно трактует другие правила. И возникают споры внутри себя между совестью и тем, как надо. Между потребностями души, тела, так я понимаю, и потребностями, что ты должен, по-моему, угодить, потому что кто-то тебя чего-то ожидает. Я проще говорю, потому что живете временными отрезками, от сих до сих. И если вы в это время что-то не сделаете, у вас возникает внутренняя конфликтность. А то, о чем я услышал, это внешняя конфликтность. Человек думает быстрее, чем другие, и не может затормозить свою психическую активность. Вот тогда, да, внешняя конфликтность. То есть, если в конфликтологии есть ребенок, родитель и взрослый, родители с родителем делятся, ребенок с ребенком не найдут общий язык, пока один не будет взрослым, он будет подходить с позиции понимания. Он видит перед собой родителя, который учитель такой, да, 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 отлично, начинает задавать вопросы, и тут этот родитель садится, бам, а я, говорит, не знаю, хорошо, если так скажет, да, вот, не перегрызет глотку. Поэтому, должны быть взрослые. Истина рождается не в споре, она рождается в диалоге. И тогда можно видеть, со взрослым ты человеком разговариваешь, либо с детем там психическое развитие, пожалуйста, можно увидеть, с кем ты общаешься. И вот здесь тогда гармония, то есть, это первое, что есть, жить в ладу с собой и с мирозданием, прекращение внутренней и внешней конфликтности. Тогда только проявляется то, что называется человеком, рождается в этом мире, но ему еще надо вырасти, окрепнуть. И все это вкупе, вместе, оно дает только результат. Но это так, как меня учили. Опять же, я никому свое мнение не навязываю, я просто говорю так, как я живу, так, как меня учили. И сколько я прожил, тоже я вижу, то что вокруг нахожу только подтверждение этому. Хорошо, тогда давайте поговорим о том, как выйти из той ситуации, которую мы сейчас видим. Вот первое, что мы затронули, это создать какой-то общий уклад, какие-то совместные традиции, да, вот с теми людьми, с которыми ты живешь, по сути, ну, рядом. Нет, здесь немножко другой момент. Первое, те вибрации, ну, опять же, возьмем, дважды в одну и ту же воду входить невозможно, да, все течет, все изменяется. И то, что было раньше, да, опыт предыдущих поколений, мы можем его использовать, но нырять туда с головой смысла нет. Мы тогда закостенеем и не будет ничего двигаться вперед. Надо оставить только то, что дает возможность развития. Если раньше люди в основном жили в деревнях, там был свой уклад. Сейчас, в основном, все живут в городах, потому что деревни разорены, ну, редко где нормальные деревни, нормальный уклад есть, ну, люди живут в мире, да. В основном, в деревнях, если есть школы, они малочисленные, потому что все убрали. Из городков убрали профтехобразование, практически все уничтожено. В школах учителя не могут учить, они поставлены в такие рамки, что они постоянно должны создавать вот эти программы, а потом те, кто наверху сидит, ну, система испортилась просто-напросто. Тогда надо смотреть опять же с того, кого мы хотим вырастить, как мы хотим вырастить. Ну, про создатели сейчас будем говорить, создатели общества и создатели тех, кто в этом обществе живет. Да. Первое, это надо, чтобы взрослые сами осознали. Кто вы? Созидатели. Хорошо, вы созидатели. Характеристики созидательного общества какие? Вот было собрание как-то в детском саду и выбирали в какой садик отдать ребенок. Я задал вопрос, милые мамы, а кого вы хотите вырастить? Не знаю. То есть ответа, что человек должен быть? Они не знают. А в каком правовом поле должны жить ваши дети, внуки, правнуки? Не знаю. А в каком поле вы хотите, чтобы они жили? В каком государстве? Не знаю. А что тогда садик выбирать? Простой вопрос был. Если вы ничего не знаете, что тогда? Зачем садик выбирать? Начинаем с родителей. У меня есть еще одна игра, концепция называется. Так вот, когда мы играли с осознанными родителями, просто встал один и говорит, Валерий Анатольевич, мы находимся в глубоком литургическом сне, и нам снится, что мы проснемся. Потому что за время то, что с 90-х годов настолько мозг, мыслительная деятельность отформатированы, что за рамки выйти не могут. Вот простой пример, я вчера буквально приводил, сейчас тоже покажу. Вот здесь у нас птичка, да? Ну, да, птичка. Это А, это Б. Рисуем лабиринты. Как птичка из пункта А быстро прилетит в пункт Б. По какому пути? Первая мысль, честно. Я не знаю, мне просто хочется вот так. Все правильно. Все. Все правильно. А детям задают задачи. Город нарисован, улицы там, да? Даже путь начерчен. И говорят, вот как птичка прилетит отсюда, отсюда, быстрее. И форматируют на мозге, что птичка должна лететь по улицам. Я четко говорю, напрямую. Ей улицы не нужны, она поднялась и полетела. Понимаю? То есть вот мышление, образ мышления. И когда мы начинаем, допустим, играть, ты видишь, что сознание действительно, оно отформативно, но не может выйти за рамки. Запрещает им ходить за рамки. Когда ребенок выходит за рамки, он наказывает за это. Я, допустим, когда начинаем играть, я не ставлю никаких рамок. Когда тренинги проходят, семинары, я не ставлю никаких рамок. То, что ты считаешь нужным, то делай. И вот проводил тренинг один, и один молодой человек начинает говорить, вот это не так, вот это не так, вот это не так, вот это не так. Я говорю, кто что слышит, вы поймите, что вы когда говорите, то тот, кому вы говорите, он может слышать совершенно другое. вот ты как администратор пришел к директору, вот я допустим директору, и начинаешь говорить, вот это не так, вот это не так, вот это не так, да. Наверное, недавно говорю, курсы повышения квалификации проходил. Говорит, да, а откуда вы знаете? Так ты сам об этом говоришь сейчас. Дальше, кто еще слышит, что он сказал, то, что на предприятии вот это не так, вот это не так, вот это, ну то, что вот это надо делать. Вы поймите, я директор предприятия, я слышу, то, что этот молодой человек пришел ко мне и говорит, увольте меня, я некомпетентен в этих вопросах. Почему? Потому что он должен был этим заниматься и выправить это все, выйти на режим самоуправления, а он мне говорит, то, что он не справляется с этими, вот я как руководитель я слышу именно эти, эти жалобы там и так далее, это интересно. И уже другой там раз по этому же кругу пошел, тоже там как администратор начал говорить, а Грюно уже говорят, а увольняться пришел. Да, были случаи, когда даже высококлассные специалисты их не берут на работу. Вот подходит одна женщина, говорит, Валерий Анатольевич, встретились как-то в кафе, сидим, Валерий Анатольевич, вот я ищу работу и не могу устроиться на работу, как ты устраиваешься? И она рассказала, говорит, я бы тебя не взял, когда ты так устраиваться приходишь, да, да, а как надо? Она рассказала. Через непродолжительное время звонит, Валерий Анатольевич, я устроилась на работу, все хорошо, и зарплата хорошая, все хорошо. Какой интересный способ. Способ, как вы помогли ей устроиться на работу. Что нужно такое сказать нестандартное, что тебя принято? Надо выйти вот за эти рамки, надо подходить с позицией самодостаточного человека. А вот есть ли это внутри самодостаточность, вот то, что я говорил, воспитываем, и если встать на позицию именно самодостаточности, то, что вот я говорил, ребенка воспитывать, да, какие навыки ему надо давать? Это мировоззренческая позиция, второе, способность самостоятельно приобретать знания, третье, самодисциплина, и четвертое, самодостаточность. И вот когда вы подходите с позицией самодостаточности, у вас вопросов не возникает, вы в вибрациях других находитесь. Вот у меня был случай такой в моей жизненной практике, мне нужен был резчик по дереву, то есть вот я занимался прорезной резьбой, а мне надо было, чтобы там резьба была. Приходит один, говорит, я дал объявление, приходит и говорит, вот я хочу устроиться на работу, я говорю, шикарно, он говорит, меня устраивает все, я готов за эти деньги, я выполню все, молодец, ну что, завтра выходите тогда, да? Он говорит, да, хорошо, а инструмент дадите? Говорит, давайте сделаем так, у меня сейчас еще есть соискатель, да, я вам позвоню, ближе к вечеру, хорошо. Приходит второй, говорит, так, здравствуйте, меня в принципе устраивает оплата, меня устраивает то, что вы материал даете, сроки тоже нормальные, вот, открывает, показывает, вот это вот я делаю, это мои работы, которые я делал, там, вот, дальше, говорит, ну, где работать-то? Ну, говорит, вот здесь, а вы знаете, до вас ехать, мне, полтора часа добираться, вот, до сюда, вы материал уже завезли? Я говорю, нет, пока, знаете, у меня вот там мастерская есть, рядом с домом, чтобы не тратить время на езду, туда-сюда, вы материал привезите, либо даже можно сделать так, я его заберу, где надо, да, привезу к себе, там сделаю, либо вы заберете готовую работу, либо я привезу, меня устраивает сроки, меня устраивает все. Кого я возьму? Второй вариант. Правильно. Я вижу самодостаточного человека, если он занимается резьбой, следовательно, у него все инструменты есть, работает он, не работает, это его любимое дело. И когда мне, допустим, приходит, мама говорит, приходит, еще там жениться хотят, там замуж выходить, вот, хотим семью создать, я говорю, зачем? Ну как, вот ребеночек, там любитель, молодцы, отлично, как это все происходит? Интуитивно. Я говорю, все нормально. И потом, когда у них появился ребенок, я вдруг слышу от мамы, да, ой, как я устаю, ребенок такой, что я слышу? Ожидание несоответственности? Нет. Я слышу то, что она всем своим голосом и сердцем кричит, я не люблю своего ребенка. Потому что, когда я занимаюсь любимым делом, я теряю время. Я утром пришел, допустим, в мастерскую, занялся работой, я только к вечеру, ой, елки-палки, ночь еще, да, ай, еще поработаю там, да, не, ну, надо спать, ай, ладно, ничего страшного, я не замечаю, день, ночь там, мне все равно, я занимаюсь любимым делом. Ну, давайте тогда посмотрим, сколько мам говорит то, что я устаю от своих детей, и что слышу я. Потому что, когда говорят, они хотят услышать одно там, чтобы их пожалели, еще что-то, да, а я слышу совершенно другое. Может, у меня слух по-другому устроен? Или практика у меня другая? Говорят, вот у меня там шесть детей, я устаю. Я смотрю на это все, говорю, вы знаете, у меня знакомый был, сейчас вот мы потеряли с ним связь, у него 14 детей было, и мама не уставала с ними, они не ссорились никогда, когда был у них в гостях, они не кричали никогда друг на друга, не было драк, ничего не было. Говорят, как так? А вот так. Вы, когда просыпаетесь, да, я с ребенком просыпаюсь, глаза продираю там, еще позже, еще говорю, чтобы поспать там, потому что устаю. Я говорю, а она просыпается раньше, потом она будет старшую дочь, сначала она встанет, умоется, оденется, приведет себя в порядок, чтобы когда старшую дочь там, либо старшего там сына будить, а у нее дочь была старше, чтобы дочь видела красивую маму, разбудит, оденется, там завяжет косы, мама идет там разогревать, готовить, кушать, а эта дочка идет будить следующего, но тоже тот видит уже красивую, не с выпученными глазами, непонятно как, да, и вот так они по очереди, она идет потом маме помогать, и так дальше, то есть выстроен уклад жизни, существует что? Передача знаний в преемственности поколений, а когда вы шесть детей нарожали, и не знаете, что с ними сделать, простите, я-то здесь при чем? У меня пример другой перед глазами, именно семьи, и когда мне говорят, вот славянский уклад жизни, я видел этот славянский уклад жизни, а когда делаю имитацию славянского уклада жизни, иллюзию какую-то, я говорю, вы о чем мне говорите, устаете там, я не понимаю этого, вот здесь то же самое можно сказать, когда вы знаете, как выглядит натуральная еда, и вам дают искусственную, скажите, я это есть не буду, это подделка, то же самое и в отношениях людей, это вибрационный ряд, я вижу истинные отношения, а я вижу ложь, имитацию, я говорю, это подделка, а мне говорят, нет, не прав, я говорю, хорошо, я не прав, пусть будет так, я соглашаюсь всегда, но дальше, когда ты знаешь, как выглядит здоровый человек, вот только что мы посмотрели, да, как выглядит его нормальное психическое состояние, то когда мне говорят о подделках, простите, и показывают подделку, или пытаются выглядеть именно вот как обладающие неким таким вот потенциалом, смотришь, ну просто жалко, становишься на позицию ребенка, начинаешь задавать вопросы и видишь полностью несоответствие с заявленным параметром, и в результате, конечно, Валерий Анатольевич плохой, но опять же, если десятиклассник может видеть это все, то вот вы посмотрели, то, что мы имеем здесь, да, какой расклад полностью, очень многие просто авторские, могу точно сказать, да, ну и, естественно, видно тогда, кто находится, где он находится, какой уровень у него развития психики, потому что, опять же, я подхожу не с позиции, то, что человек там что-то не знает, а с позиции того, что он здоров, мы знаем, как выглядит здоровый человек, естественно, любая болезнь, это что, это отклонение от здоровья, и в игре концепция, там тоже показано, вот здесь, учим не болезни лечить, а учим здоровье, любое отклонение от здоровья, это болезнь, от дорожка идет, да, ну, можно, конечно, там пойти вправо, влево, но попадешь в грязь, в чужую колею, хочешь, иди туда, нет, иди так, как учат, допустим, мастеров, которые автомобили чинят, им дают слушать, здоровый двигатель, вот этот двигатель звучит так, чуть-чуть раз, отвинтили, больной двигатель звучит так, если еще что-то сделано, еще более болезнь углубилась, это звучит так, и вот слушают, 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 и в результате уже на слух, а, вот здесь вот это болеет в двигателе, да, то же самое и у человека, вот здесь это болеет, это вот это болеет, это вот это болеет, даже сейчас вот уже, ну, все, я думаю, знают, что такое психосоматика, что болезни идут от каких-то нерешенных задач жизненных, пожалуйста, И когда, допустим, на массаже там говоришь, что у вас вот это вот, откуда вы знаете? Все прописано на теле человека. Все это видно. А кто-то думает, что вот чем ниже вибрационный ряд, тем человек думает, что вот другие не заметят его. Потому что может видеть таких, какой он сам, либо ниже себя. Те, кто выше, он видеть не может. Вибрационный ряд не позволяет. Почему говорят, что когда вы с кем-то общаетесь, вы думаете, что говорите. И если вам что-то непонятно, это не значит, что этого не существует. Просто это не входило в круг ваших понятий. Хорошо. Давайте к завершению тогда подытожим. А как же вылечить общество, в котором мы живем? А общество вообще хочет, чтобы его лечили? Очень просто. Хочет ли оно? Потому что... Больному лучше всего говорить о болезнях. А вот здоровое общество, чем оно должно заниматься? И о чем должны говорить здоровые люди? На проектах, развитиях, о новых каких-то тенденциях, о том, как сделать так, чтобы что-то улучшить, чтобы стало легче кому-то жить, чтобы что-то упростить, чтобы это было доступно. То есть момент в другом. Почему нужно задуматься об обществе? Потому что в этом обществе растут наши дети. И, например, я хочу, чтобы мои дети росли в порядочном обществе, чтобы мне не было страшно, что будет ребенок на улице общаться с человеком, который насмотрелся в каких-то странных фильмах, у него на уме непонятно что. И, собственно, здесь возникает вопрос. Для того, чтобы мой ребенок жил в нормальном обществе, это общество должно быть адаптировано, чтобы в нем жили дети, люди. А нынешнее общество, оно такое небезопасное. И поэтому его надо как-то менять. Ну вот, да, мы берем, допустим, вы говорите то, что есть много тех, кто хочет измениться, да? Ну, в моем обществе есть люди, которые хотят, но не делают, и жду чего-то, но не хотят. Главное, что они... Вопрос. Они могут ответить себе на вопрос, в каком обществе я... Ну, гражданская позиция. Могут. Могут, да? То есть вот, допустим, они создали. Потом образ. Ну, допустим, создали образ созидания, да? Видите, это паразиты и разрушители, они любят темноту. Тайные заговоры разные, там, тайные подписи, тайные общества, да? Допустим, я представитель созидательного общества, да? Но можно есть... Знаете, наверное, такая градация? Есть кон, есть закон, да? Вот я представитель КОНа, да? Вот. Хорошо, вы пришли, допустим, с вопросом, можно это сделать? Я говорю, можно сделать. Можно. Как сделать? Тоже есть варианты. Школы, например, какие-то. Можно сделать. Да, чтобы дети могли обучаться. Можно. Можно. Хочу, можно. Давайте вместе всей страной сделаем. Давайте сделаем. Вот на этом, в основном, все и заканчивается. Давайте сделаем, что для этого надо. В 2000-х годах, пока еще не было вот такого повального платного образования, я предлагал родителям, у которых дети ходят в школы, говорю, милые родители, у вас в школе есть родительский комитет. Есть. Умнички, говорю. Теперь, задача учителя какая? Не знаю. Ну, научит ребенка там. Если вы не знаете задачу учителя, о чем тогда вы можете говорить и что требовать? Учитель должен зажечь ребенка, чтобы ребенок захотел участвовать в этом. Правильно. Учитель должен дать толчок, чтобы ребенок захотел искать знания. Чтобы был навык к самостоятельному поиску знаний. Дальше говорю. Задаете эти вопросы учителям. Если они отвечают, то что математика самое главное, там вот это, вот это. Гоните их. Создайте картотеку. Сайт создайте. Вот эти учителя хотим, чтобы учили моих детей и были в нашей школе. Этих мы не хотим вообще подпускать к нашим детям. Пожалуйста, сделайте так. Мы еще тогда говорили об этом. А вот и ныне там. Где? Я не видел лично сайта, где бы рассказывалось о характеристиках учителей. Может быть есть такие. Ну, я, наверное, выпал из этого всего процесса. Создайте картотеку учителей, которые хотите и которые вообще не имеют права подходить к детям. Тогда учитель уже будет осознавать. Дальше. Если школа таких учителей не может пригласить, вы же платите за учебу? Либо будете платить, да? Оставьте, скажите, вот он класс есть у нас, да? Наши дети здесь же в школе находятся. Сколько стоит этот класс? Столько-то. Мы будем приглашать учителей таких, каких мы хотим, чтобы они учили наших детей. Нет? Нет, хорошо. Родители могут все тогда сделать. Но почему тогда сейчас? Вы понимаете, вот я зашел в одну школу. Обыск. Сразу стоит рамка там, кто заходит в школу. Я говорю, ребятки, школа за забором. Вам осталось колючку только натянуть и поставить вышки по бокам. Все, это зона. Родители не могут пройти в школу. Они толпятся на каком-то маленьком пятачке. Я говорю, а вот здесь клетку надо поставить. Да каких, как еще можно унизить-то вот этих родителей? А если они унижаются в каждой школе? Ребенок переступил туда, зашел. Все, он уже не ребенок этих родителей. Кто он там? Что это за какой-то субъект, объект права? Кто он там? Никто. Прививки школа сама ему делает. Это еще сама. Сама собирает какие-то анкеты. А родители здесь при чем? А потом, когда родители начнут говорить, мы тебя воспитывали. Опачки. Родители. Вы выполняли функции одевать меня, кормить и проверять правильность, вкладывая в меня в школе, знаний. То есть вы четко вырастили биоробота. Ну, никак не человека. Мало того, я видел и встречался каждый раз, когда приходил в школу и из школы, то, что вас постоянно унижали, оставляя вон там где-то, либо на улице, либо в прихожей. И вы с этим смирились. Так растят рабов. То есть нужно поменять совершенно по-другому. Должен происходить уклад в школу. Правильно. Правильно. И, собственно, на наших плечах теперь задача. Ну, на плечах осознанных граждан, человек. Как нас правильно назвать? На плечах осознанных родителей. Ну, он у меня... Да. Календарь... Есть целая система, выстроена авторская система. Пожалуйста, как воспитать человека. Пожалуйста. Но она может трансформироваться. То есть улучшаться постоянно. Пожалуйста. Я готов тоже проводить и тренинги. Потому что очень часто путают семинары, там, мастер-классы. Как они путают? То есть сначала идет тренинг. То есть вот он продукт. Пожалуйста, возьмите его. Дальше идет человек, когда взял этот продукт, он позанимался, поработал с детьми, сам осознал ее. Идет мастер-класс, чтобы больше узнал, какие еще там нюансы есть. И когда уже это все сделано, то идет семинар. То есть более углубленное понимание происходящих процессов. И система, допустим, отметок. Знаю. Это ноль. То есть читал, слышал, видел, смотрел. Там все. Единица. Сделал сам. То есть все. Сделал. Сам. Нормально получается. И использую для себя. Ноль один. Я еще и знаю то, что делаю. И один ноль. Научился. То есть я не только знаю, что делаю, но я еще могу передать эти знания другому. Научился. Учил? Да. Научил? Нет. Ноль один. Вот трехбальная система. Ноль один. И один ноль. Все. Ну другого нету. Зачем там эти десятибальные, там, стобальные какие-то системы? Пожалуйста. Один ноль. Десятка. Это можно разработать методологию передачи знаний. То есть, значит, человек уже осознанно все это дело делает. И он убедился в правильности выбранного пути. А то там, как мы проходили, два с плюсом. Ну, два с плюсом – это не то, что три с минусом, да? Три с плюсом. Это лучше, конечно, поставьте четыре с минусом, чем три с плюсом, да? То есть, пожалуйста, манипуляции такие. Либо вот на стене висит ноль, единица, ноль один и один ноль. И каждый знает уже, насколько он продвинулся в своих знаниях, в своих навыках там. Даже система отметок может. И она не унижает никого. Каждый может себя сам оценить. То есть, ребенок будет понимать, для чего он хочет в школу, зачем это ему нужно. Правильно. Сейчас калейдоскоп всех этих, математика, рисование, то-то, то-то, то-то. Берем, допустим, звездный десант. Человек же живет на планете Земля? Живет. Что ему надо для того, чтобы жить? Ну, крыша над головой, да? Так ведь, наверное. Тепло было. Ну, у нас зима, да. Для того, чтобы сделать крышу над головой. Что для этого надо? Рисование, черчение, математика, писать уметь. Так ведь, наверное? Да. Дальше. Воображение какое-то еще должно быть. То есть, мы здесь, раз воображение, рисование, это художественно-эстетическое развитие, да? Математика, черчение, это познавательно-речевое развитие. Соединяем. Хорошо. Но люди-то живут вместе, да? Значит, уметь договариваться. Социально-личностное развитие, да? Человек должен быть здоровым? Должен. Значит, физическое развитие. Но человек, если постоянно струну тянуть, там, лук тянуть, он сломается, да? Значит, должен отдыхать. Так, так. А когда он отдыхает, поет песни, играет, да, музыка там, стихи рассказывает. Это уже творчество, да, тоже. Пожалуйста. И когда это все делается в едином, так сказать, ну, гармоничном состоянии, тогда оно и дает гармоничный образ. И оно не происходит с каким-то надрывом. Оно само собой идет. Семья. То, что продолжение в семье, это воспитание уже идет, в школе, там, в детском саду. Они вместе идут. А не то, что, допустим, родители хотят одно. Они отдали в школу ребенка чистенького, светленького такого, который не знает, что такое мат, не знает, что такое курение. А в шестом, в пятом классе он уже курит, он уже, простите, это брак. Потом следующий брак. Это семья. Назвали браком, да. А потом, получается, у бракованной семьи бракованный ребенок. Ну, будем так вот логично, да. То есть, если брак сделали, либо выкидывать, либо, ну, как-то с другим бракованным там соединять. И делать еще один брак. Ну, вот это связь просто, которую надо немножечко нарушить. Хорошее дело, как говорили, браком не назову. Хотела сказать. Да. Хорошо. Давайте в завершение пожелаем что-то прекрасное, доброе, светлое нашим армиейным слушателям. Хорошо. Если мы хотим жить в созидательном обществе, если есть такие, кто желает все-таки, да, то надо просто соединяться. И тогда тот генетически обусловленный потенциал, который заложен в каждом человеке, он раскроется. Методики есть. Методики очень простые, хорошие. Почему «Звездный десант» сделан тоже? Игра для детей, осознанных родителей. Ну, давайте соединяться. Давайте переходить в созидательное общество. А паразитов там, разрушителей оставим, чтобы они сами друг с другом тут как-то находили общий язык. А может и съедят друг друга. Хорошо. На этом мы будем с вами прощаться. С вами была Юлия Стоянова. И Лешунов Валерий Анатольевич. Всем всего доброго. До свидания. До свидания. Штурмовать далеко море послала на страна.